Граница Кыргызстан-Китай. Граница между Китаем и Кыргызстаном находится 1063 километра, 661 миль, в длину и проходит от Трипань с Казахстаном после примерно юго-западной линии через различные горные хребты и пики Тянь, Шаня в диапазоне вплоть до Трипань с Таджикистаном. Граница разделяет с севера на юг, с востока на запад, из Иккульскую область, Нарынскую область и Ожскую область в Кыргызстане от пефектуры Аксу, на север и восток, и Кызыл-Суйской автономной пефектуры, на юг и запад, в Синьцзяно-Гургском автономном районе. Китай истоки границы относятся к середине XIX века, когда Российская империя расширилась до Средней Азии и смогла установить свой контроль над регионом озера Зайсон. Установление границы между империей и империей Цин, не слишком отличающейся от сегодняшней китайско-казахской, кыргызко-таджикской границы, было предусмотрено Пекинской конвенцией 1860 года. Фактическая линия границы в соответствии с конвенцией была проведена по Тарбогатайскому договору 1864 грамма и Ульясухайскому договору 1870 граммов, оставив озеро Зайсон на российской стороне. Военное присутствие империи Цин в бассейне Иртыша рухнуло во время Дунганского восстания, 1862-1877 год ГГ. После падения восстания и завоевания Синьцзяна Цзот с Зунтаном граница между Российской и Цинской империями в бассейне реки или была несколько скорректирована в пользу России Санкт-Петербургским договором, 1881 грамм, и серия более поздних протоколов. В 1915 году было подписано соглашение о более точном разграничении границы Лийской долины и района Джунгарского Алатау. Самый южный участок границы, то есть примерно южная половина современной китайско-таджикской границы, оставался неразделенным, отчасти из-за продолжающегося соперничества между Великобританией и Россией за господство в Центральной Азии, известного как «Большая игра». В конце концов они согласились, что Афганистан останется независимым буферным государством между ними, а Ваханский коридор будет создан в 1895 году. Китания был участником этого соглашения, и, следовательно, самый южный участок китайско-российской границы остался неопределенным. Когда Кыргызстан стал независимым в 1991 году, он унаследовал участок границы СССР и Китая. Две страны делимилировали свою границу в 1996 году. Формальной демаркации препятствовало противодействие соглашения о границе со стороны элементов кыргызской оппозиции, в первую очередь Азимбека Бекназарова. В рамках более широкого движения против тогдашнего президента Аскара Акаева, кульминацией которого стал Тюльпан-революция. Соглашение о границе было заключено в 2009 году, когда Китай уступил часть пика Хантингри, а Кыргызстан уступил у Зенгекуш, горный район, расположенный к югу от Иссык-Кульской области.